В случае ВКонтакте, в случае других популярных площадок, вот эти два числа они довольно-таки близки. Из чего можно сделать вывод о том, что сервис пользуется популярностью, люди довольно регулярно заходят, им есть чем заниматься. А значит, с точки зрения маркетинга можно с этими людьми коммуницировать, то есть каким-то образом общаться и какую-то идею им в мозг пропихивать. Да, кстати, тут Александр правильно отметил, что надо было начать вот отсюда. Вообще краткий ответ на этот вопрос – никак. Вот с этим сразу надо смириться, потому что даже если у вас нет денег, то в любом случае вам надо хотя бы время потратить, мозгами пошебуршить. Ну, в общем-то, что-то в любом случае вкладывать придется. Не всегда это деньги, хотя зачастую хотелось бы, блин, лучше бы это были деньги. Дальше начинаем закапываться глубже. Вот перед вами довольно непонятная фигня под названием социально-демографический срез аудитории ВКонтакте. Во-первых, что важно понимать. Живем мы в большой стране, население которой 140 миллионов человек, допустим. Из них 100-105 миллионов людей интернетом пользуются. Первый вывод, который мы из этого делаем – минимум 35 миллионов человек в стране в принципе интернетом не пользуются. Но это и нормально, потому что среди этих 35 миллионов есть там маргиналы всевозможные, есть младенцы грудные, которые тоже считаются частью популяции, но, к счастью, по крайней мере грудные младенцы не то чтобы сильно в интернете присутствуют. И, соответственно, раз вот у нас есть 100 миллионов человек, то любой проект, аудиторию которого крупнее хотя бы 25 миллионов человек, выравнивается относительно того, что происходит в стране в целом. То есть вот здесь написано «Портрет аудитории ВКонтакте». В принципе, мы можем заменить на портрет аудитории Яндекса, на портрет аудитории одноклассников. Мы получим вот плюс-минус такую же картинку. Какие-то люфты будут, но это черт бы с ним. И вот этот слайд является одним из самых важных, одним из самых фундаментальных с точки зрения фигни, которая называется «социальная психология», потому что не получается работать с некой аудиторией. И, в принципе, довольно забавно наблюдать, когда же в 2023 году немалая часть рекламодателей в стране как формулирует свою целевую аудиторию. От 12 до 75 лет мужчины и женщины ГИОРФ. То есть отписали примерно 80 миллионов человек и такие, вот где-то там есть наши клиенты. И вся эта фигня продает какие-нибудь чапельники или сиденья для унитазов. Примерно год назад я ездил в Великий Новгород. Там был смотр проектов от чего-то типа Росмолодежи. Кому-то они хотели гранты раздавать на бизнес. И был там парень такой лет 17-18, который решил, что он будет развивать доставку воды по Великому Новгороду. Его спросили, а какой ты видишь свою целевую аудиторию? И юное одарование, ничтоже сумняшися, сказала вот как раз таки вот это заветное. От 12 до 80 лет потом задумался такой. Ну мужчины и женщины в принципе. ГИО, соответственно, Великий Новгород. Офигевший представитель Росмола посмотрел на него внимательно и говорит, то есть все, у кого есть род. Парень обрадовался, он нашел единомышленника и говорит, да. В чем подлянка? Дело в том, что действительно многие люди пьют воду, но критерии выбора у них совершенно разные. Потому что представьте себе три аудитории. Допустим, офис-менеджеры, которые заказывают в неделю по 20 бутылок вот этих вот 19,5 литров, любители здорового образа жизни и, допустим, родители детей до 3 лет. Велика вероятность, что они будут заказывать воду ту же самую у одного и того же поставщика. Но вот критерии выбора у них будут, скорее всего, принципиально разные. То есть задумайтесь, пожалуйста, как вы считаете, ионы магния в воде это полезно? Почему? Хорошо, давайте не так. Поднимите руки те, кто помнит, что такое ион. Молодцы, молодцы. Всем остальным домашнее задание погуглить. Знание для вас, скорее всего, бесполезное, зато сможете понтоваться тем, что знаете, что такое ион. Вот. И, соответственно, раз у нас есть... Почему я про ионы? Потому что мы можем предполагать, что, скорее всего, это полезно, потому что многие производители питьевой воды пишут содержание, значит, микроэлементов. И мы на всякий случай предполагаем, что если бы это было плохо, то они бы об этом не писали. Раз они этим хвастаются, значит, скорее всего, полезно. И тут, опять же, рождаются такие трюки из мира маркетинга, как в 90-е реклама любого растительного масла строилась на том, что оно не содержит холестерина. Подлянка была в том, что растительное масло, в принципе, холестерин не особо содержит, ну, по умолчанию. Или, например, был гениальный жест в США, когда один из производителей кукурузных хлопьев додумался написать на упаковке, что они не содержат асбеста. И, в принципе, любые хлопья, ну, в норме не содержат асбеста, но тут народ, представьте, вы пришли в магазин, такие, ага, блин, так-то, ой, не содержат асбеста, блин, это точно хорошо. И на всякий случай покупаете вот это. И, собственно, вот эти все вещи, они зарыты как раз-таки вот здесь. Но давайте посмотрим чуть подробнее. Основная масса аудитории на данный момент лежит в диапазоне от 25 до 45 лет, потому что людей в этом возрастном диапазоне в штуках в стране больше всего. Чем старше возраст, тем меньше людей остается. Долгое время бытовал миф, что старшие возраста не пользуются интернетом. Пользуются, и еще как. И отдельные паблики, где тусят такие матерые бабушки, которые, значит, устраивают Рубилова в комментариях по поводу того, как правильно огурцы закатывать в банки, они есть. Просто биология так устроена, что чем выше возраст, тем меньше людей до него добирается. Тут еще есть любопытный момент, что после 55 лет примерно начинает резко доминировать женская аудитория. И это не потому, что мужчины уходят из интернета в аскезу. Дело в том, что мужчины хуже добираются до преклонных лет. Ну вот биология беспощадная стерва. Поэтому и с ними можно коммуницировать. Если же говорить про вас, дорогие мои зумеры и следующие за вами альфы, которых вроде как нет в зале, вас мало. Вас, блин, вообще капец как мало. Потому что если, допустим, взять диапазон 25-35 лет, вот на данный момент, это что-то около 32 миллионов человек. Если взять 15-25, то это тоже отрезок в 10 лет, то это уже 20 миллионов человек. И тут с одной стороны происходит следующее. За вас конкуренция, когда вы станете активными экономическими агентами, будет выше, чем за предыдущие поколения, потому что вас меньше. С другой стороны, если у вас встанет задача продвигать самое себя среди сверстников, допустим не сейчас, а допустим через 10 лет или через 20 лет, то количество-то не увеличится. Почкованием никто из вас, я надеюсь, не размножается. И поэтому больше аудитория не станет. Но почему об этом, обо всем важно знать? Вот давайте простой тест. Можно даже не отвечать, просто задумайтесь. Есть аудитория, которая проявляет наивысший интерес к покупке автомобилей премиум-класса. Задумайтесь над тем, к какому полу и какому возрастному диапазону вы бы отнесли эту аудиторию. Мужики 40. Наивысший интерес к покупке автомобилей премиум-класса проявляет мужская аудитория возрастом от 12 до 17 лет. Никто так не шарит за премиальные тачки, как 15-летние пацаны. У них есть ровно один недостаток. Они крайне редко покупают себе ламбу или хотя бы заряженную бэху. Что, кстати, интересно. Топ-3 интереса у мужской аудитории 12-17 лет. Туризм, малый бизнес, потому что криптоинвестиции, NFT, они все вот здесь. Это вы тут дураки какие-то, профессии там осваиваете, чтобы деньги зарабатывать. И, собственно, авто премиум-класса. Что любопытно, в следующей возрастной группе 18-24 топ-3 интереса у мужской аудитории. Юмор, что-то там, по-моему, изучение иностранных языков, автобу, запчасти и сервис. То есть столкновение с жестокой реальностью, оно вот где-то в этом переходе формируется. Вообще там довольно любопытно такие вещи изучать, потому что если у женской аудитории в среднем по стране до 30 лет основные интересы связаны с образованием, и потом они замещаются всякого рода бытовыми интересами, там, дети, кулинарии и все остальное, то у мужской аудитории вот где-то лет в 20 появляется юмор. Где-то годам к 50 юмор чуть ли не 60% вообще всего внимания в интернете завоевывает. Связано ли это каким-то образом с тем, что мужчины хуже добираются до преклонных лет, не знаю. Но такая закономерность есть. В то же время есть довольно простые, казалось бы, предсказуемые вещи. Вот есть женщины, женщин чуть больше, мужчин чуть меньше, но плюс-минус 50 на 50. Ну, на самом деле тут 48 на 52, но не суть. Несколько лет назад произошел такой хрестоматийный кейс, он же бытовой случай. Пришел к нам на рекламную платформу рекламодатель, который торговал футболками, на которых можно было принты на заказ сделать любые. Типа как всемайки.ру, но не они. И в тот момент была волна популярности игр про танки. Всякие World of Tanks, Armata, War Thunder и все остальное. Ребята решили, что это отличная бизнес-возможность. И они решили продвигать, типа, у нас можно купить футболки с танками. Логично. Но они решили продвигаться только на мужскую аудиторию. Мы их уговорили, типа, давайте протестируем, посмотрим, что произойдет, если на женскую тоже запустите. И, о чудо, больше половины заказов начали приходить от женской аудитории. Вопрос. Если вы считаете, что это были подарки, то есть покупалось для того, чтобы подарить, то какого черта львиную долю в женских заказах составляли, например, майки алкоголички с глубоким вырезом, футболки размера XS. Я не знаю, мой жизненный опыт мало меня сталкивал с мужиками размера XS с большой красивой грудью. Вопрос. А что происходит? Не, ну там десятки тысяч заказов были, вряд ли их всех в рекламу использовали. На самом деле, на одной из конференций был лучший ответ на этот вопрос, потому что женщина, там был зал человек на 500, и женщина встала такая лет 45, и она, у нее реально крик боли был, она заорала, говорит, чтобы хоть как-то эту спину из-за монитора отвлечь. Потому что есть такая бытовая мудрость, что если, девчонки, запоминаем, если у вас тело сидит и сутками играет в танки, еще и пивас при этом хлещет, у него возникает ассоциативный ряд определенный, импринтинг, то есть отпечаток эмоциональной связи. И тут он поворачивается от монитора и снова видит в танке, в 3D. А ассоциативная связь-то отрабатывает, то есть есть вот эти все глубинные вещи, типа эмоциональная связь на уровне семьи, на уровне домохозяйства, связанность интересов внутри пары и все остальное, но такие вещи тоже работают. Теперь возникает вопрос, а как, собственно, к этому прийти? Можно ли знать все эти вещи наперед? Нет, и нафиг не надо, в этом хорошая новость. Потому что вся реклама, любая, в социальных сетях, не в социальных сетях, это всегда история про тестирование. Потому что наперед знать эффективность рекламной кампании практически невозможно. Однако можно запустить тест и посмотреть, что происходит. То есть в норме как происходит? Компания запускает несколько рекламных взаимодействий, смотрит, что получилось. Те, которые дали хорошие результаты, оставляем, холим и лелеем. Те, которые провалились, отстреливаем и забываем про них. В принципе, вот он весь маркетинг. То есть главное не стесняться тестировать. Это касается и продвижения себя, и продвижения кампаний, и продвижения всего-всего-всего остального. Теперь давайте про контент поговорим. Так уж получилось, что действительно универсальных и действительно полезных рекомендаций вот столько. И они вода водой. То есть в принципе их можно свести до ровно одного пункта, который будет звучать нормально дело и нормально будет. Но в чем суть? Дело в том, что если мы возьмем с вами разные сущности, ну, к примеру, художника, продвигающего личный бренд. Одна сущность. Вторая сущность. Какой-нибудь салон красоты шаговой доступности. Ну, вот эта и серия. Любая стрижка 200 рублей, стрижка с окрашиванием 250 рублей. И Челябинский трубопрокатный завод. Мы можем предположить, что у всех этих трех сущностей есть задача присутствовать в интернете, работать с аудиторией, становиться популярнее, зарабатывать больше денег. Но все, на этом у них общие черты заканчиваются. А вот эти пять пунктов, они сохранятся. Ну, чтобы было не так бесполезно, давайте попробуем во все это закопаться. Базовая идея, базовая парадигма вообще работы в социальных сетях – это борьба за внимание пользователя. Потому что здесь минутка нейрофизиологии. Поскольку микрофон у меня, вы меня выгнать не можете, терпите. Человечество за прошедшие полмиллиона-миллион лет эволюции в передней части черепа отрастило себе блямбу под названием новейшая кора, она же неокортекс, она же префронтальные доли. Штука очень классная, отвечает там в том числе за логику рационального мышления, за мелкую моторику, еще за какую-то лабуду. Но помимо того, что она очень классная, она еще чертовски глючная. То есть все когнитивные искажения, они берут свое начало из переусложненной структуры новейшей коры. И второе, она очень энергозатратная. Человеческий мозг настроен базово на энергосбережение. То есть если что, вы не ленивый прокрастинатор бесполезный, вы энергосберегающий. Вы оптимизатор на самом начальном уровне. И я думаю, многие из вас сталкивались с таким феноменом. Когда книгу листаешь, 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 и в какой-то момент ловишь себя на том, что не помнишь, о чем были последние 4-5 страниц. Хотя точно страницы листал, глазами по строчкам вводил, ну просто блэкаут полнейший. Это происходит в тот момент, когда при фронталке стало скучно, она ушла воздухом подышать и оставила выгребать мышечные центры. То же самое происходит у водителей, которые едут далеко по трассе, потому что вся дорога схлапывается в какой-то один просто миг. То же самое, кстати, будет происходить в этой аудитории и уже происходит, потому что здесь душновато и не хватает кислорода. Поэтому я уже знаю, что многие из вас эту лекцию будут очень так фрагментарно запоминать. Там будут какие-то отдельные бредовые моменты. Это нормально. С моей стороны претензий нет. И в чем суть? Когда человек сидит в социальных сетях и в принципе в интернете. Вот давайте так. Зачем люди сидят в социальных сетях? Чтобы время занять. Общение. Продвижение. Развлечение. Ну ладно, вы нормальные люди, потому что иногда в ответ на этот вопрос звучат варианты типа работают. Там 84 миллиона работничков я вам показывал. И мой самый любимый вариант ответа – самосовершенствуется. Я когда первый раз услышал вариант самосовершенствуется, мне вспомнилась картинка, на которой кошка вот так вот прыгает нелепо. И подписано – пук-пук, я кот-паук. Самосовершенствование. И в общем-то люди приходят в интернет, ну в общем-то потупить. Потупить, разжижить мозги. Нет, иногда поработать и даже посамосовершенствоваться. По крайней мере люди сами думают, что посамосовершенствоваться. И вот здесь вот логотипы ваших конкурентов. Ваша задача сделать так, чтобы ваш пользователь тупил не куда-то вот туда, а в то, что делаете вы. То есть стать более привлекательным, более интересным. Как это сделать, зависит от того, а что вы продвигаете и какова ваша аудитория. То есть чем вы можете быть интересны ей. Причем вот здесь вот логотипы, которые пиар согласовал и от которого они решили не падать в обморок. Потому что помимо вот этого всего, относительно белого и пушистого, вы еще конкурируете с сообществами. С нами стыдно, зато не скучно. Как стать миллионером за три дня. Что бы такого съесть, чтобы похудеть. Пабликами с котами и пабликами с мемасами. И теперь вопрос. Такой риторический в общем-то. Что вот есть черное зеркало. И средний пользователь интернета знает, что вот в этот сустав большого пальца у него встроена магическая кнопочка. Что если этот пользователь видит что-то на экране своего смартфона такое, что ему не нравится. Он вот так вот делает пальчиком и видит что-то другое. И в принципе этот процесс может продолжаться бесконечно. Соответственно выложили вы какой-то пост. Фундаментальный. Вы просто решили разорвать весь интернет. И пользователь такой листает. И да ну нафиг. И листнул дальше. Все, пятно контакта у вас потеряно. Соответственно вот эту идею прям критически важно держать в голове. И многие так называемые профессиональные СММщики как раз таки про это забывают. При этом не так важно чем вы занимаетесь. Вы можете свой личный бренд развивать опять же. Вы можете какую-то компанию продвигать. У вас может быть там студенческое сообщество. Не важно. Вот этот принцип сохраняется. Теперь надо разобраться в то, а как вся эта фигня работает. Мы сегодня уже два интервью записали про то, что такое алгоритмы. Как их взламывать и прочее. Как насиловать умную ленту. Но смотрите. Что такое умная лента и что такое вот те самые полумифические алгоритмы, с которыми вам приходится работать, находясь в социальных сетях. То, что я скажу дальше, оно справедливо не только для ВКонтакте, а в принципе для любой современной социальной сети. Тут, кстати, стоит сделать оговорку, что когда я говорю социальные сети, я имею в виду социальные сети в классическом понимании. То есть условно YouTube, Telegram и TikTok не являются социальными сетями по определению. Потому что они не обладают такой вещью, как открытый социальный граф. Это замечательные интернет-сервисы, контентные площадки и все остальное, но не социальные сети. Так вот. Задача любой социальной сети сделать так, чтобы человек проводил в ней как можно больше времени. Возможно достичь этого только в том случае, если человеку интересно. Соответственно, задача умной ленты, вот этих самых алгоритмов взять весь контент, на который подписан наш дорогой пользователь и ранжировать его, то есть распределить в том порядке от наиболее интересного, предположительно, до менее интересного. То есть что происходит, когда вы выкладываете пост ВКонтакте? Независимо от того, на личную страницу или на страницу сообщества. Для алгоритмов это вообще непонятная какая-то лабуда. Они не читать, не смотреть не умеют, но они должны определить, надо это кому-то или не надо. Соответственно, они совершают сперва тестовые показы по той аудитории, которая за предыдущий промежуток времени демонстрировала к вам лояльность. Что это значит? Лояльность в данном случае это не обязательно лайки, репосты, комментарии. То есть смотрится на то, насколько человек взаимодействовал с контентом. Условно, тыкал он фотографии, чтобы их увеличить и досмотреть или нет? Сколько он задержался на тексте? Перематывал он видео и досмотрел ли его до конца или нет? И вот таких параметров достаточно много, вы их отследить в большинстве случаев не сможете, но вам это и не нужно. Соответственно, если аудитория базово хорошо отреагировала на пост, охваты расширяются. Следующий пласт аудитории хорошо отреагировал, охваты еще расширяются. И происходит это до выполнения одного из двух условий. Либо в какой-то момент аудитория перестала быть интересной и процесс завершается, либо вы улетаете в ленту рекомендаций и начинаете показываться даже той аудитории, которая на вас не подписана. Бывают забавные моменты. В прошлом году на одной из конференций ко мне подошел человек и говорит, слушай, мы интернет-агентство, мы выкладываем посты на свою страницу, и в среднем они набирают там условно 10 единиц охвата. Выложили пост с корпоратива, он набрал 300. В чем прикол? Начали с ним копаться. Ну, потому что действительно какой-то статистический выброс произошел. И там была целая детективная история, которая привела к тому, что выложили пост с корпоратива, там ничего криминального, никаких зашкваров. Но на одной из фотографий сотрудники этого агентства решили подпрыгнуть. Вот это классическая такая фоточка в прыжке. И должен отметить, что закон сохранения импульса, гравитации и женской анатомии в сочетании могут творить чудеса. И одну из сотрудниц этого агентства стало видно чуть-чуть, на два пикселя буквально больше, чем была бы рада ее мама. Опять же, никакого 18+, ничего такого, просто пикантность. Соответственно, кто-то это увидел, скинул это каким-то своим друзьям. Там, разумеется, никто ничего не лайкал, не комментировал. Это было такое, знаете, вот, что называется, подпартой. Но процесс пошел, и это, по сути, получился такой виральный эффект. Куча людей, которые ни одного лайка не поставили, они не палились вообще. Но алгоритм смотрит такой, хм, интересно. И на всякий случай начал показывать еще большему количеству людей. Таким образом, пост улетел в рекомендации. Вот, что еще по этому поводу надо сказать? Во-первых, если вы зайдете в интернет и начнете гуглить, как делать правильное СММ, вы найдете чертову гору абсолютно бесполезных рекомендаций. Поэтому развенчиваем некие устойчивые мифы. Вообще по барабану, в какое время вы выкладываете пост в социальные сети. Но есть определенная закономерность, что если вы выкладываете в то время, когда ваша аудитория активна, вы чуть-чуть помогаете алгоритмам. Если вы могли замечать такой эффект, если вы выкладывали что-то в ВКонтакте, иногда бывает такая приколюха, выложили пост, и он как в черную дыру улетел, с ним вообще ничего не происходит. День не происходит, два не происходит, на третий день он вот так вот клюшкой вверх улетает по охватам, по всему остальному. Почему так происходит? Это значит, что на первом этапе алгоритм не смог зацепиться за аудиторию, он еще совершает попытку, еще совершает попытку, потому что ему надо принять однозначное решение, надо это кому-то показывать или не надо. И вот в данном случае просто получилось так, что зацепился он на третий день, к примеру. Влияет очень сильно частота постинга. Почему она влияет? Потому что люди, опять же, заходят ВКонтакте, в принципе, в интернет, не только ради вас, скорее всего, к сожалению. Это очень скорбная новость, с ней надо смириться. И поэтому, если вы, как типичная региональная медиа, фигачите по 15 постов в день, то, во-первых, вопрос, кто их будет читать, кроме вас. Ну, действительно вы настолько что-то вот ценное выкладываете? Либо вы просто в формате «дождь пошел», «дождь прекратился», «дождь, а, нет, показалось». И, соответственно, получается, что у вас есть некое конечное количество внимания конкретного пользователя. Вы его можете заполучить либо на один пост, зато прям вот так вот, либо вы в него как из пулемета вот это вот строчите, и ему уже по барабану, у него замыливается взгляд. Но при этом слишком часто постить не надо. Можно постить даже там раз в две недели. Но очень важно делать это регулярно. Вот регулярность чертовски важна. Опять же, помятую о том, что помимо вас у пользователей еще куча всего интересного. И если вы будете пропадать из его инфополя, он про вас банально забудет. Даже если вы суперклассные. Потому что, в принципе, если вы покопаетесь по своим подпискам, неважно, ВКонтакте, либо на Ютубе, вы практически наверняка наткнетесь на какие-то сообщества, либо на каких-то блогеров, относительно которых у вас будут реакции типа «А, да, точно, я же на него залипал». Потом просто забыл. Я вас сейчас не буду грузить в всякой, опять же, соцпсихологии типа числа Донбара и всего остального, но про контент-план мы сейчас поговорим еще. Возникает вопрос, а в каком формате делать контент? Типа вертикалочки пилить, либо горизонтальные видео, либо тексты. Такой синдром графомана, когда хочется каждый день тысяч по 15 символов выдавать. Либо вообще что-то другое. Без понятия. Делайте то, что у вас получается. Вот что у вас прет, то и делайте. Потому что это единственный сценарий, при котором вы на долгосрочную перспективу сможете давать какой-то воспроизводимый результат. Но поговорить я хотел бы о другом. Вот есть условно формат клипы, стильно, модно, молодежно. Фигня полная. Но по любому из форматов, и вообще всегда вы можете найти много разной аналитики по поводу того, а что в принципе интересно людям вот здесь сейчас в современной версии реальности. И дело в том, что какая ошибка очень часто совершается. Продвигаете вы, ну не знаю, там, карьерные самосвалы. Ну не знаю, или что-нибудь другое, там, салон красоты, кафе. И вы пишете только про свою тему, там, про кафе, какое у вас меню, какие у вас сезонные обновления, какое все что угодно. И в какой-то момент начинается такое исписывание и зашоренность абсолютная, когда у человека вот это вот СММ головного мозга начинается. А вот такие вещи дают чисто журналистский прикол, очень полезный. Когда у нас есть некая тема, это то, что мы продвигаем. Но у нас есть точка зрения, угол, призма, через который мы можем на эту тему посмотреть. И вот для этого как раз таки и используется вот такого вот рода аналитика. Есть вполне банальные сценарии по поводу того, что не знаете, о чем написать. Зафигачили кота, ну просто потому, что есть абстракция. Котики миленькие. Можно сделать интереснее. То есть можно предположить, что корги, в принципе, нравятся многим людям. И возник у вас кризис идей, вот вы вообще не знаете, о чем написать. У вас два варианта. Либо вы высасываете из пальца очередной пост, в котором наверняка будет оборот. Какой-нибудь в стиле из вышесказанного проистекает ниже следующее, потому что вам надо количество знаков наколотить. Либо вы заходите в Google, ищите фотографию корги, вид сзади. И просто размещаете в своих социальных сетях попку корги. Неважно, чем вы занимаетесь. Это миленько. И разово это сработает. Если вы регулярно будете такой фигней страдать, то, конечно, ваша аудитория подумает, что вы отшибленные. Но разово это работает. И более того, смотрите, любопытные моменты. Тут можно, опять же, целую монографию, на самом деле, по мотивам этого слайда написать. Потому что, обратите внимание, на шестом месте у зрителей находится социалка. Почему так происходит? Потому что последние три года у нас популяционный стресс зашкаливает. И у людей в качестве ответной реакции появляется запрос на какое-то добро, на вменяемость, на психическое здоровье и так далее, и так далее, и так далее. Он порой не оформленный, даже сам человек его не осознает. Но в целом людям хочется верить, что хоть где-то есть что-то доброе, замечательное и все остальное. Журналисты есть в зале? В задних редакциях сидят журналисты. Короче, вот эта вечная история про НТВ, про скандалы, интриги, расследования. Это можно, и это сработает, но в современной реальности на краткосрочную перспективу. Если интересно, я вам могу потом персонально скинуть, у меня есть отдельная преза про то, как писать о социально значимых темах без негатива. И все это отстраивается от одного заголовка конкретно, который гласит «Бешеная собака держит страхи кострому и рожает, рожает, рожает». Самое главное, что если вы хотите присутствовать в социальных сетях, очень важна системность. Вот здесь пример такого абстрактного контент-плана, он может быть любым в вашем исполнении. Зачем нужен контент-план? Затем, чтобы дисциплинировать вас, чтобы вы понимали, о чем вы будете писать сегодня, завтра и через три недели еще вперед. Он может быть любым. Вы можете взять какую-нибудь Excel, Google таблицу и сделать там диаграмму Ганта. Можете взять просто листок в клетку и карандаш и как-то что-то там на нем набросать. План должен быть в любом случае, потому что иначе вы попадете в ситуацию такого дня сурка, когда вы каждый день что-то пытаетесь придумать, ничего не получается и охватывая у вас какие-то напрочь дохлые. Давайте так. Я на самом деле понял, что я хочу показать другую презентацию, которая, возможно, будет вам более полезной. Вот здесь, мы же про продвижение тут собрались и все остальное. Эта история взялась из мира таргетированной рекламы, которой, я думаю, что многим из вас никогда в жизни не придется заниматься, но есть некоторые вещи универсальные, лежащие за пределами интернета. Дело в том, что существует такая фундаментальная, в общем-то, проблема, что основная масса курсов и обучений, посвященных тому, как настраивать рекламу, они очень много внимания уделяют настройкам, таргетингам, сегментации аудитории, аналитике и всему остальному и практически не уделяют внимания креативам, то есть объявлениям. Обычно набор рекомендаций звучит вот таким вот образом. И маленький момент, что вот так делать нельзя. Я на всякий случай поясню, что так издеваться над своей аудиторией можно только в том случае, если у нее нет вариантов, кроме как отдать вам денег. То есть если вы Газпром, можете вот такое делать, или там ЖКХ услуги вы предоставляете. Во всех остальных случаях надо все-таки заботиться о своей аудитории. И здесь смотрите, поскольку мы говорим о том, что человек находится в социальных сетях, в расфокусе внимания, если вы хотите от этого человека чего-то добиться, надо напрямую ему об этом говорить. Хотите, чтобы он подписался? Попросите его подписаться. Хотите, чтобы он у вас что-то купил? Напишите об этом. Хотите, чтобы он заполнил какую-то формуле заявку? Об этом тоже важно говорить. Здесь главное поймать баланс. Потому что еще одно такое клише из расстрельного списка, это фразы в стиле подписывайтесь, ставьте лайки, звоните в колокольчик, все ссылки в описании. Но если ваша аудитория додики, которые первый день в интернете, такое тоже бывает, на них это вполне себе сработает. Поэтому опять же экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать. Но дело в том, что даже с такой простейшей вещью, как call to action, он же призыв к действию, косячит. И вот прям такой каноничный пример того, как делать нельзя. Здесь и далее трюки, выполненные профессионалами, к повторению не рекомендуется. Вот некая пиццерия из Саратова предлагает заказать три средних пиццы за 799 рублей. И дальше у нас идет призыв к действию. Закажи по активной ссылке в шапке профиля. Первый момент. Человек, который это писал, у него большой опыт, видимо, в экстремистском и заблокированном инстаграме. Потому что нет в контакте термина устойчивого шапка профиля. Ну да ладно. Даже если бы он был, человек предлагает зайти в профиль, найти там шапку, найти там не просто ссылку, а активную ссылку. И если вот эта целевая аудитория справилась, птица долетела до середины Днепра, то он может что-то заказать. То есть, ну, чем проще путь человека до совершения конверсии, то есть целевого действия, тем охотнее он его совершает. И еще один важный момент по поводу хэштегов. Перестаньте, пожалуйста, насиловать труп дохлой лошади. Когда-то давным-давно, да, хэштеги это было круто, там источник трафика и все остальное. Сейчас хэштеги ВКонтакте имеет смысл использовать ровно в трех случаях. Случай первый – это хэштег рубриката. Случай второй – это по-настоящему уникальный хэштег. На всякий случай поясняю. Хэштег Казань не уникальный. Хэштег NoFilter или хэштег Love не уникальный. И третий случай – это формат клипы, потому что в клипах имеет смысл до трех хэштегов общетематических использовать, тем самым вы помогаете рубрикатору. Но если вы или кто-то из ваших знакомых использует хэштеги вот пицца-телефон, хэштег Еда-дом, сверните газетку в трубочку, подойдите к нему, стукните по лбу так легонькой и скажите, что это привет от Славы Прохорова. Потому что это уже профдеформация и профнепригодность. Потому что люди так не разговаривают. Мне, кстати, интересно зайти, что будет по хэштегу Еда-дом. Потому что обычно там раз в некоторое время, раз в несколько месяцев, после того, как я показываю эту презентацию, они иногда всплеск получают. Потому что люди начинают выкладывать Еда-дом просто по приколу. Еда-заказ. Ну, восторг. А теперь, смотрите. Я потом все это скину, поэтому то, что я пропускаю часть слайдов, не обращайте внимания. Там еще более душная информация, чем то, что я вам озвучиваю. Вот перед вами такое среднее, типичное рекламное объявление. Широкий ассортимент стильной обуви в приложении. Быстрая доставка с примеркой перед покупкой. Задаем вопрос. Широкий ассортимент это сколько? Звуки сверчков. Относительно кого он широкий? Быстрая доставка это сколько? Пять минут. Сейчас Челябинский трубопрокатный завод просто в истерике заколотился. У них все, что меньше месяца, это экспресс. Поэтому это максимально неконкретно. Вроде что-то навалили позитива, а о чем он непонятно. И еще существует такая вещь, как тональность коммуникации. Вот смотрите. Кстати, еще одно домашнее задание пофантазировать на досуге, как бы вы продвигали букеты из пряжи. Потому что фигня вообще не очевидная ни разу. Потому что если человек действительно вяжет, то там обычно большие запросы к тому, какая это пряжа, какой толщины, из какого материала, каких конкретных цветов. И если просто на рандоме подарить какую-то пряжу, то можно этим же букетом еще и по лицу отхватить. Но здесь вроде как есть понимание целевой аудитории, поэтому текст здесь. Такое, знаете, музыка переливчатая начинает играть. Этот пост навеян прекрасным весенним праздником. 8 марта. Идеальный выкидный рукодельник. Постараль прямо вот не могу. Здесь сразу должен такой бит глубокий пойти. Бро искал кроссовки. Дед знает, что тебе предложить. Задание. Прямо сейчас, мысленно, поменяйте эти две тональности местами. Продукт оставляем, тональность обращения и меняем. Здесь, знаете, как школа для альтернативно одаренных. Дорогие ребята, в этот чудесный осенний день предлагаем вам ознакомиться с широким ассортиментом стильной молодежной обуви. Цепануло, да? Прямо вот слюнки потекли. Сестренки пряжу подвезли, налетай подешевело. Кайф в том, что вот в этом случае это действительно может сработать. Потому что это такая эмоциональная пощечина, когда мы человека вдергиваем из привычного для него контекста потребления и меняем вот эти вот правила игры. Что, да, мы можем привлечь дополнительное внимание. Здесь главное не накосячить и не обидеть человека. Но с этим надо экспериментировать. А теперь, смотрите, гуманитарии вы, мои дорогие. Умение структурировать мысли, оно вообще чертовски важно. Вот это все на уровне третьего класса план изложения, оно правда действительно помогает. Вот это трехактовая структура произведения и все остальное. Подобных вспомогательных вещей можно использовать множество. То, что я вам сейчас покажу, это не является каким-то там прям супер лайфхаком, но какие-то опорные точки для развития навыков нужно использовать. Можно использовать эти классические формулы рекламных структур. Можно их не использовать. Но желательно использовать все-таки хоть что-то, потому что у вас должно быть понимание, для чего вы производите какой-то контент, чего вы хотите от своей аудитории. Потому что, если вы просто производите контент, потому что у вас есть желание что-то написать и сообщить миру, поздравляю, выграфоману. Ну, в принципе, ничего плохого в этом нет, но и эффективности, скорее всего, никакой не будет. В общем-то, смотрите, вот это прям такой стальной лом, потому что это простейшая и наиболее часто используемая рекламная структура, когда мы даем предложение, ограничиваем срок действия и целевое действие какое-то формулируем. Но даже с такой простейшей структурой иногда косячат. Причем, а вады кедавры, самый частый вариант, это когда упускают, собственно, ограничение срока действия предложения. Важно! Это работает не только для рекламы, это для любого взаимодействия человеческого можно вот эти фишки использовать. В чем проблема, когда у вас нет ограничения срока? У вашего зрителя нет никакой мотивации делать что-то прямо здесь, сейчас. И еще происходит обесценивание того самого предложения. То есть в России есть чемпионы мирового уровня по упусканию дедлайнов. Это одна ювелирная сеть, которая, значит, у нас ликвидируется, ликвидируется, закрывается, закрывается, все никак, значит, скопытиться не может. И поэтому в среднем, если... Это хорошо работает только на тех, у кого тяга к халяве. Все остальные люди, которые хотят хоть какую-то ценность, смотрят на эти неловкие реверансы и на всякий случай идут куда-нибудь в другие места. У меня вопрос к тем, кому видно вот этот кусок слайда. Простите, это не всех касается. Те, кто видит, у меня вопрос. Вот здесь Академия АМАКИС предлагает дополнительное образование для дошкольников и школьного возраста. Находится все это дело в Перми. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто не стал бы использовать вот это вот изображение в Креативе. Кто стал бы использовать? Молодец. Значит, рассказываю, в чем фишка. Что видит в среднем в ленте новостей о себе в социальных сетях человек, который родом из Перми? Вот он сидит в Перми, он вырос, родился и живет с жизнью в Перми. Много ли он видит Перми в своей ленте? Ну, скорее всего... Ну, понятно, что может быть какой-нибудь там местный градоначальник, у которого вся новостная лента состоит из Перми. Ну, скорее всего, мы можем предположить там Каты, Шебудинов, там, вот эта цыганщина вся и прочая муть. И он листает, листает, листает. Помним о том, что у него префронталка вообще в этот момент в ауте находится. И он видит здание, которое мы можем предположить, что находится где-то либо в центре, либо недалеко от центра города, как все вот подобные сараи в раннехрущевском стиле архитектуры. Дальше возникают вопросы. Можно ли... То есть он видит узнаваемый образ человека триггерит на то, что, о, да, точно, это про меня, все это привлекает внимание, но даже вот эту фотографию можно сделать лучше. Как этого добиться? Ну, во-первых, дождаться солнечного дня. Во-вторых, потратить 3 минуты в бесплатных приложениях на смартфоне, чтобы убрать вот эти вот провода. И в-третьих, еще два шага сделать. Во-первых, два шага сделать влево, чтобы вот этот знак не перегораживал этот памятник архитектуры. И в-третьих, написать в местную городскую управу, чтобы всыпали тем коммунальщикам, которым в голову пришло фонтан, в такой ядерно-красный цвет покрасить. И тогда, в принципе, не самое элитарное здание у нас станет хоть сколько-нибудь симпатичным. Так, фигня, фигня, фигня. Вот вопрос. Что не так? Стоимость? Цветовая гамма? Да это экран так передает. Ну, в целом, да, тут справедливая мысль, что можно поменять картинки местами. Но тут возникает определенная шизофрения уже. Чем дольше вглядываешься в бездну, тем больше она вглядывается в тебя. Если это имелось в виду до, после, то, конечно же, их надо поменять местами. Но я в какой-то момент поймал себя на мысли, что конкретно вот этот ремонт мне вообще нифига не нравится. Возможно, ремонт квартир СПБ имеет в виду, типа, а давайте мы возьмем ваш бабушатник, разнесем его к чертям и построим с чистого листа что-нибудь новое. Но в этом случае надо как-то в более явном формате формулировать свои мысли. Не стоит ожидать, что ваш зритель что-то там догадается. У него помимо вас еще чертова гора забот, поэтому, опять же, коммуникация должна быть в определенной степени прозрачной. А вот прямо сейчас два хардкор варианта будут. Во-первых, это очень классная структура, потому что она через эмоции, причем через негативные. Возможно, вы знаете этот избитый анекдот по поводу того, что чтобы сделать человеку хорошо, надо сначала сделать плохо, потом вернуть как было. Вот это, собственно, проект. То есть мы долбанули по больному месту нашей аудитории, потом еще допинали, и вот когда она страданула окончательно, мы им говорим, что все не так уж и плохо, друзья. То есть лифчик на груди топорчится и впивается в спину, а трусы могут застрять в одном месте в самый неподходящий момент. Давайте так, кто считает, что это писал мужчина? Ну, в целом, скорее всего, так и есть, потому что, девчонки, поправьте меня, если я ошибаюсь, но если лифчик и топорчится, и впивается, это чужой лифчик. И на одной из конференций, я сейчас свои психологические травмы с вами буду делиться, на одной из конференций была женщина очень солидного веса, больше центнера, она говорит, ну, конечно, это писал мужчина. Мужики, ты не знаешь, что есть больше одного места, где могут трусы застрять? Я вообще человек довольно любопытный по жизни, но есть вещи, которые я не хотел знать. Но суть в том, что это очень вещественное описание, опять же, выдергивающее человека из привычного ему контекста потребления. И вот это все чувствуется, как скрип песка на зубах. То есть есть же вот эта вот старая приколюха, что если представить себе вкус лимона, то начинается усиленное слюноотделение. Сейчас все, кто представил, можете почувствовать, как у вас слюни потекли. Дело в том, что вот эти вот вещи можно изобретать для самых-самых-самых разных тематик. То есть такое стереотипное, что может быть неприятно человеку потенциально, чего может остерегаться человек, который хочет обратиться в автосервис. Он боится того, что криворукие алкоголики, которые воруют у него детали, что-то там накосорилят. Первый сценарий. Чего вот так стереотипно опасается средний студент? Слово допсессия, там термины бегунок, пересдача и отчисление. Чего может там, ну и так далее, можно продолжать на самом деле генерацию бесконечно. То есть суть в том, мы не обязательно должны радовать нашу аудиторию. Мы можем, в первую, и поддыхно поддать, метафорически выражаясь, само собой. А потом рассказать им, что вот там плохо, здесь хорошо. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь. И вот совсем феерия шедевра пистолярного жанра из отрасли рекламы. Сразу хочу оговориться, что подобное сейчас не пройдет службу модерации, подобное объявление в рекламу не будет запущено. Но, однако, это такой исторически сохранившийся шедевр, потому что, во-первых, мы можем ожидать, что средний пользователь нечасто видит в своей ленте трусы-кормильца. То есть это, ну, как бы привлекает внимание, человек застопорился. Дальше идет очень важный дисклеймер в скобочках, что история рукодельницы, которая смогла зарабатывать от тридцатки. То есть мы можем предполагать, что это объявление нацелено на аудиторию, ну, потому что только здесь курсы, то мы хотим взять денег с людей, которые хотят зарабатывать на чем-то. Здесь очень важна сумма в 30 тысяч рублей, потому что она очень реальная, она очень вещественная, она очень ощутимая, потому что, к счастью, уже вроде как подходит к концу вот этот период рекламы, что стань дата-сатанистом и начни зарабатывать по полмиллиона в день, не вставая с дивана, работая по два часа. Потому что многие уже об это обкололись, ну, и надо, чтобы следующее поколение доверчивых людей выросло. А тут тридцатка, она нормирует, как бы все хорошо. И начинается все очень по-сказочному. Все хорошо. С детства люблю рукодельничать, шитье, вязание, это мое все, подруга мне руки подшивала. А потом врывается Майкл Бэй на съемочную площадку. А однажды из любопытства сшила комплект белья. Бабоньке там такое началось. Вот здесь вот этот символ означает, что здесь вырезана примерно половина текста. Потому что иначе бы он просто в скриншот не влез. Потому что там и мужу понравилось, и подруги узавидовались, и на работе повысили. Надое крупного рогатого скота по региону резко увеличилось. Проблемы глобального потепления ушли в прошлое. То есть трусы всемогущие. И дальше, когда наш читатель уже обалдел от всемогущести, здесь идет довольно грамотный транзит на призыв к действию. То есть если бы не курсовесили, ничего бы не получилось. Хочешь так же? Пожалуйста. Да, здесь можно уже экспериментировать, можно использовать разные сценарии и разное все остальное. Но в целом, опять же, для этого используется вполне понятная структура, вполне законченная. И опять же, какой-то самый лучший, самый худший среди них нет. Здесь перечислены далеко не все, потому что есть целые книги про подобные структуры. И та же самая Аида и разные ее производные. Это вообще один из фундаментальных аспектов маркетинга. Вот. На самом деле, давайте я какое-нибудь... Ой, я знаю, чего я включу. Чего еще раз? Итоги? Да на здоровье. Вот давайте на этом слайде закончим. И, в общем-то, смотрите, мне вас искренне жалко, потому что, ну, во-первых, спикер душный, во-вторых, в зале не то, чтобы очень сильно свежо, поэтому давайте на этом этапе я поток сознания со своей стороны закончу, а в вашем распоряжении вот та фигня по центру зала можете вообще любые вопросы задавать. Как устроиться в контакте? Легко. Как стать известным в интернете? Вообще запросто. Просто не вся известность вам нужна.